В течение последних двух столетий, еще со времен Османской империи, Турция хотела иметь свои войска на территории Южного Кавказа. Но это было невозможно. Сейчас это стало возможно. Несомненно, фантастика, что турецкие военные будут на территории Азербайджана. Как передает канал 13, об этом заявил экс-посол США в Азербайджане, бывший американский соприседатель минской группы ОБСЕ Метю Брайза в интервью Деяз. Как считает Брайза, с присутствием турецких военных в регионе будет баланс. Огромный геостратегический баланс. Правда, Вашингтоне и Париже обвиняют Турцию в том, что она вела себя агрессивно, способствовав так называемой агрессивности Азербайджана. Я не согласен с этим, но такие взгляды есть сейчас в Вашингтоне. Но это несправедливо, сказал Брайза. Американский дипломат также отметил, что подписанное 10 ноября заявление, которое фактически является признанием Армении о капитуляции, является самой большой победой в истории Азербайджана, как в дипломатическом, так и военном плане. Хотелось бы подчеркнуть, что за последние недели Азербайджан продемонстрировал всему миру эффективное использование новых военных технологий из Турции и Израиля, а также тактические навыки в плане ведения боевых операций в горах. Азербайджанская армия также использовала тактику американских военнослужащих в Афганистане. Весь этот опыт позволил Азербайджану грамотно и эффективно использовать беспилотные самолеты, силы, спецназа и артиллерию для нанесения точных ударов по противнику, подчеркнул Метю Брайза.